Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в группу названием Life is Strange, и сегодня я буду продолжать проходить четвертый эпизод под названием Проявочная. Привет, Макс, как дела? О, здравствуйте, мистер Джефферсон, все хорошо. Это моя подруга Хлоя. Йоу. Хлоя, и почему такие крутые, как ты, не ходят в Блэквул? Я слишком стара для этого дерьма. Долгая история. В файлах, наверное, осталось. Представляю. Макс, ты точно в порядке? Просто странно. Находиться в кампусе, будто ничего не случилось. Знаю, прозвучит банально, но у тебя все впереди. Думаю, в моей жизни и без того много чего происходит. Так, ладно, дела Блэквула зовут. Не забудь, сегодня на вечеринке я объявлю победителя героя дня, так что я очень надеюсь, что ты придешь. Мне жаль, что ты так и не сдала свой снимок, но тебя можно понять. Художника творить не заставишь. Я лузер, но на этой неделе было сложно сфокусироваться на фото. Вот это колобор. Я горжусь тем, что ты беспокоишься о своей подруге. И буду надеяться, что в конце концов ты найдешь свой путь. Только не забывай выставлять свои работы. Спасибо, мистер Джефферсон. Сегодня точно буду на вечеринке. И я. У нас не свиданка. Вы же с нами хоть раз потанцуете? Танцуюсь я, это еще то зрелище. К тому же, вы не хотите видеть старого хипстера, танцующего с детьми. Потехи не будет. Увидимся. Это уж точно. Он такой секси. Жесть. Ты что, с ума сошла? Еще нет. Но вечером точно, блядь, сойду. Заткнись. Ты не ревнуешь, что Марк Джефферсон считает меня крутой? Я тебя игнорирую. Ладно. Раз уж я здесь, пойду поболтаю с Джастином. Сто лет его не видел. Шикарная идея. А, Джастин это скейтер. Надо узнать, где сейчас Нейтан. Так, ну-ка. Так, нельзя поговорить с ним никак. Так, это Заккри, с ним тоже никто не поговоришь. А, или поговоришь. Нет, заглянешь. Наслаждаясь игрой за крем. Когда что такое еще? Надеюсь, она у тебя не последняя. Так, откуда тут эти камни? Ну, это с ума, наверное, что-то сделала. Седьмой из Блэр. Одно фото. Что-то вроде декорации. А кто там? Не думаю, что Табанка когда-нибудь выдаст нам свои секреты. Надеюсь, Макс не сильно злится, что Уоррен позвал меня в кино. Да? Кажется, Брукран, что идет изменить. А, ну, это благодаря мне, кстати, если бы я согласился, то тебя бы он не пригласил. Мне точно нужно отдохнуть от Блэкбелла после этой недели. Привет, Брук. Как дела? Да, как обычно. Кстати, спасибо, что не дала Кейт прыгнуть. Ты сама-то как? Да, поговорим про китов. Мой ограниченный мозг не может понять, откуда взялось то затмение и киты на пляжах. Вот я и подумала, что, может быть, наши ученые умы знают. Мы с Уорреном собрались в эти выходные сложить все наши догадки и теории. Полностью согласна. Две светлые головы лучше, чем одна. Или моя. Нам бы вручили Нобелевскую премию, если бы мы смогли разгадать эту загадку. Но даже у мисс Грант нет идей. Мне станет полегче, если я сделаю кружок на твоем дроне. Мисс Грант все-таки разрешила мне запускать его. Можешь попробовать. А я пока посмотрю фильм, на котором мы пойдем с Уорреном в субботу. Прекрасно звучит. Кстати, было бы классно, если бы ты с Уорреном отправилась куда-нибудь в конце недели. У Уоррена новая машина. Ну или старая новая машина. Так что я планирую свалить подальше после этой недели. Ну это круто. Сейчас полетаем. Посмотрим, что тут есть. Уже второй раз, кстати, так летаем. Ну блин, я ждал что-то другое. Я думаю, мы сейчас будем полетать и там, на этом, например, увидим в окне там. В общежитии. Похоже, это не так. Так, ладно. Спасибо. И снова я, Брук. Ты точно в порядке? Мне нужно найти Нейтана. Ты его не видела? Прости, отвлеклась. Вспомнила о том, что Уоррен пригласил меня в кино. Нейтана исключили, но он еще должен быть в кампусе. Утром я видела, как он уходил из кампуса. И выглядел он гораздо злее, чем обычно. На твоем месте я бы не стала его беспокоить. Мне пора. Потом поговорим, Брук. Хорошо, но это на стену ты можешь поговорить. Нужно вернуться к Хлое. Так. Кажется, мисс Грант интересно болтать с Самуэлем. Я поражена. Как Мишель Грант, я очень расстроена. Аркадия Бэй тоже боится. Посмотрите на погоду. На животных. Не упоминайте бедную Квитмарш. Такие времена мы должны все держаться вместе. Как же приятно видеть, что Самуэль не один. Привет, Макс. Еще раз спасибо, что помогаешь бороться с властью. Здравствуйте. Макс, ты всегда появляешься тогда, когда я тебе говорю. А я все хвастаюсь, что ты и другие студенты хотят сделать, потому что лакадем не пеной. Так, давай поговорим про Нейтана сначала. Я ищу Нейтана Прескотта и подумала, может, он у вас был? Мистер Прескотт сейчас вообще не ходит на занятия. Его ведь исключили. Но я и не думала, что вы друзья. Наверное, вы его лучше знаете. Я пыталась узнать его. Нейтан в первую очередь Прескотт, а это немалый груз. Особенно для подростка. Эта неделя это доказала. Так что ректор Вэлл сделал правильный. Знаю. Ему нужна серьезная помощь. Да, Макс, однажды я пыталась помочь, но мистер Прескотт не оценил мою помощь. Я видела, как Нейтан покидал кампус, и он был злее, чем обычно. Может, и хорошо, что вы не пересеклись. Не думаю, что такой надзор помог бы кить марш. Да кому нужен надзор, когда у нас есть Максим Колфилд? Ты совершила замечательный поступок, а нам теперь осталось проследить, что Кейт получает любую помощь. Не хочешь поговорить с соцпедагогом? Академии Блэквелл помощь нужнее. Здесь происходит что-то странное. Вы ведь заметили? Эта неделя была не самой легкой для Блэквелла. Но я и другие работники глаза не сомкнем, пока каждый студент не будет в безопасности. Кейт накачали наркотиками на вечеринке клуба «Циклон», а потом над ней издевались, пока она не оказалась на крыше. И как же их остановить? Для начала закрыть этот чертов «Циклон». Не то чтобы он меня бесил, но сегодняшнюю вечеринку нужно было отложить. Это очень неуважительно по отношению к Кейт. Как же связана семья Прескотов и клуб «Циклон»? Не на автомойке же они свое состояние заработали? Нет, конечно. Но у партнерства свои привилегии. Особенно, когда твой отец самый крупный спонсор Блэквелла. Но этот высокомерный бред здесь неуместен. Вы правы. И я... Я лишь хочу, чтобы эта школа была такой, о которой я мечтала. Я тебя поняла, Макс. И мне приятно видеть, как ты, Горен и другие студенты вовсю стараетесь. Хоть ты и цинична для своих лет, но ты вселила в меня надежду. Я надеялась, что вы объясните все эти странные вещи, которые происходят в Аркадии Бэй. Если бы могла, то уже бы получила свою Нобелевскую премию. Я не смогла понять природу того затмения. Чего уж там до снега и китов. Думаю, что это за грани науки. Нет такого, чего не могла бы объяснить наука. Просто у нас не хватает знаний. Мы можем чего-то не знать. Но реальность от этого не меняется. Я волнуюсь за нашу реальность. Ощущение, что она меняется у нас на глазах. Не только ты, но и Сэмуэль. Мы как раз об этом говорили, пока ты не пришла. Наша планета меняется, но в этом нет никакой загадки. Это просто эрозия. Думаете, именно поэтому умирают животные? Уровень воды неуклонно падает. Не говоря уже о ежедневном загрязнении океана. Этого достаточно, чтобы погубить море и всю экосистему. Или ты знаешь то, чего не знаю я? Как же червоточина и теория хаоса? Путешествия во времени. Червоточина у Аркадия Бэй только под землей. А теория хаоса просто бред. Но если говорить о путешествиях во времени, то я в деле. Вы бы хотели изменить время? Только не после прочтения той истории Рея Брэдбери и Грянолгром. Пересказывать не буду, но там упоминались динозавры и бабочки. Время как нить, Макс. Дернешь за кончик, все развяжется. Извините, мисс Грант, но мне нужно идти. Еще увидимся. С тобой всегда приятно пообщаться, Макс. Такое чувство, что небо не должно. Еще раз спасибо, что помогаю сбороться с властью. Как же приятно видеть, что Самойль не один. Как у тебя дела, Макс? Знаю, это была тяжелая неделя. Да, нелегкая Самойль. А ты как? Расстроен и смущен, как и все сейчас в Аркадии Бэй. Кажется, у тебя тоже много вопросов. Ну, давай поговорим про животных. У меня в голове крутится вопрос о том, что же происходит с животными в Аркадии Бэй. Оу, многие им задаются. У этих бедных существ совсем нет выбора. А что ты думаешь по поводу мертвых птиц? Пришлось много их похоронить рядом с табангой. Что с ними случилось? Я бы сказал, что небо слишком грязное для их крыльев. Но в воздухе явно не грязь. Звучит зловище. Может, так велит судьба. Тогда все нормально. Как можно объяснить, что происходит с теми китами на пляже? Мой отец был рыбаком. И часто брал меня послушать пение китов. А теперь... Они плачут. Думаешь, это экологическая катастрофа? Или... Это нечто большее. Кто-то создает эти события. Ты так думаешь? Ты и Аркадия Бэй связаны временным течением. Так что, если у меня еще будут вопросы, буду обращаться к тебе. Что-то как-то он странно общается с нами, как будто он что-то знает. Я очень рада, что хотя бы белки хорошо себя чувствуют в кампусе. И я рад. Если бы с ними что-то случилось... Оу. Они в безопасности, пока ты о них заботишься, Самуэль. Их успокаивает только еда. Много еды. Кстати, я вспомнил, что должен их сейчас покормить. Похоже, я сейчас могу сделать фотографию. Как насчет партнера для группового фото? Ага. Еда. Давай, наедай пузико. Белка. Ну-ка. А вот. Все отлично. Эти мерзавцы опять наплодили свои графики. Две милых белочки мне позируют? Ну, раз уж вы настаиваете. Так, все. Фотографию сделал. Отлично. Так, но мы не закончили разговор с Самуэлем. Давай поговорим про Аркадию Бэй. У меня все еще миллион вопросов по поводу того, что же творится в Аркадии Бэй. Наверное, поэтому мисс Грант и говорит, что ты ее самая любимая ученица в Блэквелле. У меня не покидает мысль, что если мы найдем Рэйчел Эмбер, то она все прояснит. Если Рэйчел вообще хочет. Ты думаешь, она жива? Она всегда будет жить в наших сердцах. Порой нам больше ничего и не остается. Макс. Макс, иди своим путем. И ты найдешь то, что ищешь. Может, так велит судьба. Рэйчел Эмбер тоже ждет. Пусть мисс Грант меня и любит, но я полный ноль в науке и не могу объяснить то затмение. Я как раз говорил, мисс Грант, что у науки нет объяснения. Не в обиду сказано, но это... только начало. Начало чего? Я не верю в то, что существует конец. Это касается времени. Чувствую, что что-то серьезное надвигается на Аркадия Бэй. И, Макс, мне это не нравится. Лучше я буду в классе мисс Грант, чем в циклоне. Верно. Рэйчел их насквозь видела. И не только она одна. Нельзя позволить другим попасться в ловушку в циклон. Выбирайся оттуда, Макс. Пока время на твоей стороне. У меня больше вопросов, чем ответов. Сэмуэл всегда открыт для разговоров. Я совсем недавно навещала Кейтмарш в больнице. Ей уже гораздо лучше. В этом твоя заслуга, Макс. Ты ведь спасла ее. Сэмуэл, ты же глаза Блэквелла. Ты ведь знаешь, что над Кейт издевались? Практически все надо мной смеются. Но Сэмуэл говорит им держаться подальше от Кейт. Я ненавижу задир, Макс. Я тебе верю. Кейт просто не хватало сильных духов. Вроде ее подруги Макс. Теперь она их нашла. А ты не видел Нейтана Прескота? Нет. Его ведь исключили. Он это заслужил. Даже больше. Сэмуэл старается не судить людей. Но Нейтану здесь не место. Хотя, может, он должен быть здесь. Так что ты о нем знаешь? Недостаточно, чтобы тебе помочь. Но я бы очень хотел. Ведь я вижу, что ты делаешь. А ты общался с Дэвидом Мэтсоном? Он говорит со мной. А я слушаю. Это похоже на Дэвида. Он видит вещи, а не людей. Но мне кажется, тебя он замечает. Он этого хочет. У мистера Мэтсон есть все, что нужно для наблюдения. Но он все еще слеп. Думаю, ты видишь больше, чем мы вместе взятые. Нет, нет, Макс. Я просто смотрю на вещи под другим углом. Прости. Но мне пора идти. Ну, тут уже больше, по сути, похоже, ничего смотреть. Так, к Самойле мы зайти не можем. Каморку. Вообще, жить и пойти не пойду пока что. Хорошо, что я не дала Хлое взять те деньги из кабинета Аэлса. А что тут у нас? Алисия, ты играешь. Тяжело. Так тяжело, тяжело играешь. Когда я буду готов. Захочу тяжело. Тяжело захочу. Не знаю, как это перевести правильно. Я дословно переведу. Так, а в этом эпизоде, кстати, Алисию не спасала. Она вообще здесь есть? Алисия, ты продолжай сделать все. Жастер, как же я давно тебя не имунила. Это же наша школа, двое. Да тут такое говорится. А ты попробуй поступить в Блэклэн. Откинешься. Точнят. Что-нибудь известно про Рейча? Да если бы. Я работаю над этим. Я скучаю по ее смеху, когда я падал с доски. Да она обкуренная была. А, у нее и с головой были проблемы. Ага. Ну, мне пора отчаливать. Потуси с нами как-нибудь в парке. Кажется, Джастин неравнодушен к Хлое. Бедный Дэниел. Так и хочется его обнять. Привет, Дэниел. Кажется, ты расстроен. Все нормально? Здравствуй, Макс. Я только что понял, что мои фото полны отстой. Я никудышный художник. Ты здесь не для того, чтобы стать фотографом. Это мое время. Только взгляни на тот рисунок для меня. Он потрясающий. В этом твое искусство. Твой талант. Знаешь, а мне стало легче. Ты... Ты хорошая, Макс. Кстати, ты не видел Найтана Прескотта? О, да. Я слышал, что его теперь подозревают. Да, но он все еще где-то в кампусе. Так вот почему он был таким злым, когда я увидел, как он выходит из кампуса. Ты говорил с кем-нибудь о ситуации с Кейт? Я обычно ни с кем не разговариваю, Макс. Но недавно я мило побеседовал с Брук. Она все время твердила, что ты очень смелая расподнялась на крышу. Мой поступок был правильным, но никак не смелым. Но мне приятно, что она так думает. Сейчас главное, чтобы Кейт поправилась. И чтобы зло было наказано. Понимаю, Макс. Она самая милая девушка из всех, кого я встречал. Я не против, если меня еще раз отпинают эти придурки. Пусть только отъебутся от Кейт. Мне нравится революционер Дэниел Дакоста. Революцию я могу начать только со своего скетчбука, Макс. Ты сегодня собираешься на вечеринку циклона? Он наступит, если я приду. Меня здесь в шкафчиках зажимают. Какие уж тут танцы. Так. Да в заднице этот циклон. Они тебе недостойны, Даниил. Они вообще ничего не заслуживают. В смысле, что они такого сделали до Блэкала, а? Ты права, Макс. В жопу их. Поговорим потом. Оки, Даниил. Это будет иметь последствия. Так, ну давай с Клой поговорим. Клой явно в одну доску с Джастином. Горизонт чист. Как было бы здорово, если бы мы с тобой снова вместе ходили в школу. Зато так, мистер Джефферсон, только твой. А, ты достала. Включаем режим Блэквеллских нинти. Продолжение следует. Не пропустив следующей серии, Макс проникает в комнату Нейтана. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...